Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На проект пришли новенькие участники. Это Александра, ей 26 лет, живет в Москве, родом из Севастополя. Она пришла к Сергею Захарьяшу и обещает за три дня его завоевать. Дмитрий Толыбов написал пост о том, что ему Александра очень понравилось и между ними возникла взаимная симпатия. Это Денис, ему 27 лет, он из Хабаровска. Мужчина пришел к Саше Черно. Ну а покинули проект Алекс Бугров и Вальтер Соломенцев. Олеся Лисовская тоже ушла с Дома-2 за своим любимым. В недавнем эфире подвели итоги конкурса «Недели без макияжа». Победила Лера Фрост, она получила 100 тысяч рублей. Огромное спасибо Захару Соленко. Он всегда говорит, что я без косметики красивее и милее. А приз я решила отдать самому дорогому и любимому на Земле человечку – своей маме. Кстати, зрители заметили, что силиконовая грудь Леры неожиданно стала терять свою форму. Один имплант и вовсе сполз и висит в районе живота. Так что, видимо, девушке предстоит коррекция. Ей вновь предстоит лечь под нож пластического хирурга. Сергей Захарьяш не теряет надежду, что Лилия Четрару рано или поздно простит его. Он не оправдывается за свою ошибку, потому что есть такие ошибки, пишет он, оправдываться за которые нет смысла. Но Маша Филиппова, которая стала третьей лишней, не чувствует себя виноватой. Она не видит в своем поступке ничего плохого. Она даже рассказала о волшебстве с Сергеем в деталях. Эта ночь стала для нее незабываемой, потому что Захарьяш оказался страстным и энергичным любовником. Ребята на острове любви сменили имидж. Скоро и Марину Африкантову побреем, шутит Черкасов. Поклонники нашли косвенные доказательства того, что Ольга Рапунцель беременна. Именно скорым пополнением объяснили ее регулярные визиты к врачу. «Я получила огромное удовольствие от общения с врачом», – пишет она. «Столько всего узнала и увидела. Скоро все узнаете». Алиана Устиненко опять проехалась по Ольге Васильевне. Она рассказала о том, как ей жилось с ней под одной крышей. Свекровь постоянно что-то стирала, даже чистые вещи. В итоге электросчетчик показывал огромные цифры. Также много денег уходило на разные чистящие средства. С помощью которых Ольга Васильевна хотела наводить порядок в доме, но не делала этого. Также Гобозова-старшая не утруждала себя готовкой. Она постоянно варила каши. Свои деньги на продукты она никогда не тратила, питалась тем, что было дома. Антон Гусев поделился радостными новостями. Он скоро улетает на отдых в Европу, а в сентябре получает Мерседес от сетевой компании, в которой работает. Саша Харитонова открыла свой салон красоты. Он находится в торговом центре Вишняки. Саша Гозиас опубликовала фото своей семьи. «Спасибо моей семье за правильные понятия, за принципы семейности», – пишет она. «Эта чистота и взаимосвязь во мне останется навсегда». На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.